привет мои дорогие котики у нас будет сейчас специфический расклад и я сомневаюсь что вы его где-то видели но я решила вам его показать потому что я кое-что там занималась своими делами и думаю а почему бы если я это делаю для себя почему бы не сделать для вас да и будет у нас вопрос будет ли желание но спрашивать мы будем именно у черных сил девочки у вот этих даже не у лярв а у кое-кого постарше лярв но не у сам не у самых высших то есть мы будем и тех спрашивать кто девочки разговаривает кто почти на одной волне с некоторыми мертвыми я это делаю например перед кладбищем либо даже на кладбище девочки выбирать от вас не требуется потому что я не хочу чтобы вы выбирали сами потому что девочки это разговор будет все таки с такими вот вы конечно можете выбрать но девочки именно те кто относится к черным кто слышит мертвых кто занимается спиритизмом тем же да если у вас как говорится есть тот класс которому тот ключ класс но я класс все время говорю да вы относитесь к этому классу вы можете выбирать сами но девочки если вы к этому не относитесь не выбирайте сами я сама за вас это выберу то есть вы загадываете желание загадываете какой вариант 123456 загадали желание сначала загадываете желание можете произнести его вслух либо шепотом да и потом вот представьте себе цифру какую-то да которая будет открывать не просто так вот цифру с головы взяли да а вот один два три четыре пять шесть девочки вот когда я вам перечисляла легла ли какая-нибудь цифра вам на ваше желание давайте еще раз попробуем и вы выберите именно тот вариант который я вам буду диктовать но выбирать я буду хаотично поэтому в тайм-коде будет отличаться первый вариант от второго третьего четвертого вы должны выбрать по этому ответу который я вам произношу по этой цифре раскладывать буду девочки сама это для не черных если вы черная вы относитесь к ведьмовству особенно вот этому и вы знаете у кого сейчас я буду спрашивать ответ вы можете сами загадать да если не знаете то лучше давайте через меня я буду сейчас перечислять опять от 1 до 6 и вот загадывайте сейчас желание а теперь девочки я говорю цифры и вы обратите внимание вибрирует ли ваше желание с эти этой цифрой как я ее произношу один два три четыре пять шесть девочки если кто не успел вот загадать прочувствовать именно да вы можете назад перемотать видео и опять вот это вот прослушать как я говорю а сейчас я просто буду раскладывать вот эти ответы и их девочку и пишу сама но тут есть такие вот слова они не магические да но те слова которые я как раз таки от них иногда и слышу да то есть чтобы четко это видеть вот девочки я выбрала но тут не будет слева направо я сейчас каждый каждый вариант и первый и второй и третий четвертый и пятый и шестой я буду сама вот так вот выбирать просто сейчас я буду спрашивать кое-кого первое желание кто заказывал на цифру 1 что вы скажете сбудется ли это желание или нет первый пятьдесят на пятьдесят может сбудется а может и нет они говорят пятьдесят на пятьдесят от чего это зависит да я обычно когда 50 на 50 говорят да то это говорит о том что даже не от них это зависит скорее всего это может девочки я вас даже подскажу это вы можете обращаться вот действительно к своему эгрегору вы можете делать стремиться и может все как раз зависеть от вас да но тут еще есть какой-то внезапный случай то но это не зависит от черных понимаете 50 на 50 от желания своего не надо отказываться его надо как говорится добивать 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 и когда его выжимаешь да оно может даже вылиться во что-то другое у вас одно желание может перейти в другое ваше желание да или сбит сбыться ровно наполовину остальное как говорится надо будет добирать тут надо свое это желание подхватывать мои дорогие да то есть не просто желать но вот и делать и у вас должно совмещаться все получается и ваше желание и ваши действия и отдача в этого внешнего мира вам понимаете ну ладно не будем долго останавливаться девочки 50 на 50 тут надо над этим работать может как раз таки вы вы загадали эти 50 на 50 так как это я вот сейчас не знаю что вы загадали да но обратите внимание почему вам говорят что 50 на 50 и так давайте посмотрим второй второе желание сбудется ли желание номер два так второе желание они говорят что нет девочки не сбудется не сбудется она от чего это зависит вот я не люблю когда выпадает нет да давайте посмотрим от чего это зависит почему она не сбудется не хватает вам чего-то у вас нету именно как говорится видите седло выпало седло и они мне говорят что не хватает седла это значит не хватает мне ни лошади не седла либо просто седла чтобы чтобы заставить это идти то есть у меня нету какого-то инструмента ключа то есть вы хотите открыть дверь но у вас нет ключа поэтому мы отходим от двери то есть отходим от своего желания ищем какой-то ключ да какое-то седло что-то материальное которое поможет вам сбыть это желание мои дорогие то есть так как она сейчас есть она не сбудется не хватает какого-то материального чего-то седла интересно третье желание сбудется или не сбудется третье желание сбудется или унес будет сану ко мне скажите это желание зависит от мужчины с будет highlighting вам должен помочь в осуществлении этого желания мужчины либо мужчина. И вот, дорогие мои, смотрите, если вы, даже вот сейчас и к девочкам, и к мальчикам обращаюсь, если вы Х, Х, Х хромосом, это женщина, да, то вам нужен Y, мужская энергия для этого. Если вы мужчина, то вам не хватает для сбычи желания своего, сбычи меч, да, вам не хватает именно женщины, мои дорогие. То есть это желание выполняет противоположный пол для вас. Вот, например, вы хотите, загадали ремонт, да, тут ясен пень, что нужны мужики, которые это будут делать. И тут надо уже включать женскую хитрость, потому что с них это надо доставать максимально бесплатно и максимально со скидками. То есть даже пришел к вам мужчина какой-то что-то вам делать, вы сначала на все соглашаетесь, все, а когда он сделал, тогда у него вот и просите скидочку какую-нибудь. Ну, в общем, так. Вот такие вот дела. Четвертый четвертое желание. Сбудется оно или не сбудется? Четвертое желание. Кто загадывал на четвертый вариант? Сбудется ли это желание? Колодец! Дорогие мои, вот это, как говорится, моя темка, моя даже любимая такая. Кстати, насчет колодцев, да, мне как раз таки вот это через них-то и пришло, потому что я когда вот иду, сама себе вот медитирую, разговариваю с кем-то в голове, да, одна, то вот когда я говорила, мне говорили, видишь, они не наступают, ты наступай и загадывай, загадывай. Ты, девочки, я на колодец наступаю, загадываю, 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 и вы загадывайте, но помните, как я вам говорила, что на колодец надо заказывать не больше 30% от того, что вы уже имеете, потому что если вы будете загадывать даже несметные богатства, девочки, то я вам скажу так, когда я загадывала больше, чем 30%, ну, например, плюс еще 100% того, что я хотела, от жадности, может, какой-то, да, или просто от чего-то, то я вам скажу одну вещь, получалось так, что у меня, такое ощущение, что начинало все разваливаться, рушиться, да, и у меня уже практически думало, ну, ничего себе, что это за фигня происходит, вот то, что, типа, не делаю, все, все, как это, псу под хвост, или коту моему под хвост, да, а в результате оно, конечно, шло где-то через попу, но все же потом становилось так, как мне нужно, то есть, когда вы будете очень много загадывать, то это будет с переломными моментами и кризисами, потому что надо, как говорится, на другие рельсы перейти, а если вы плюс 30, плюс 30, плюс 30, то это будет по-мягкому происходить, так что для того, чтобы сбылось ваше желание, наступайте на колодец, ну, вот на люки, но на закрытые, да, обращайте внимание, будьте осторожны, потому что у нас все, что угодно может быть не прикрыто, не закрыто, не плохо накрыто, да, и машины попадают, и люди попадают, просто вот ножкой немножко, проверили, и только потом, вот только на таких вот улицах, да, на которых люди ходят, и вы прекрасно знаете, что туда можно наступить, будьте осторожны, потому что, чтобы с вами там кто-нибудь не сыграл какую-нибудь злую шутку, вот такой вот четвертый вариант. пятое желание, пятое желание, сбудется ли оно или не сбудется, мои дорогие, будем сейчас смотреть. Пятое желание, сбудешься ли ты или не сбудешься, вы мне ответьте, что вы думаете по этому. зависть, я вам скажу одно, зависть, знаете, как может выпадать, либо это вам кто-то завидует и четко следит, добьетесь вы этого или не добьетесь, получите ли вы это или не получите. И еще, девочки, если вы, например, к черным близкие, вы обратите внимание на свое окружение, тому, кому вы говорили где-то даже вскользь это свое желание, потому что со стороны будет, как говорится, контроль, чтобы вы этого не получили и, скорее всего, как раз-таки кто-то и мешает. Но, мои дорогие, сейчас именно будет ответ для черных, кто занимается черной магией. Зависть, это говорит о том, что вам завидуют девочки и мальчики именно вот они, бесы. Вот вам я точно скажу, что это вот бесовье, где-то, может, какие-то лярвы и они будут вам мешать. То есть, как только вы будете подходить к тому, как будет сбываться ваше желание, появится какая-нибудь, знаете, сволочь, которая будет вам где-то мешать, мельтешить, у вас в глазах, ссориться, вставлять палки в колеса, может даже и каким-то даже пытаться магическим путем как-то вас, да, останавливать, либо вот такими. То есть, перед тем, как будет ваше вот это желание сбываться, как только вы будете подходить к нему, к этому желанию, вообще впритык, и оно само будет к вам идти, будут вставлять палки в колеса от зависти. Но это будут необычные люди, это будут лярвы, это могут быть какие-то, знаете, бесы, так что вам надо очень хорошо, как говорится, договориться, кто вам будет это желание исполнять, и кто его, как говорится, будет помогать вам это желание вести. Так что будьте осторожны. Вот тут как раз вот эта вот зависть, да, у меня выпадала, кстати, вот знаете, где она у меня? На погосте. Очень часто выпадала возле каких-то определённых этих, и я понимала, что это девочки не к обычным людям относятся, а к ним. Но не к тем, с которыми я, да, вот работаю, а вот другой немножко, ну не направленности, а другой вибрации. Вот, например, я терпеть не могу лярв и этих низковибрационных, да, которые, они больше на животных таких похожи, которые вот, вот им надо присосаться, вот им надо вот пакость делать и всё остальное, да, не к покойникам, это которые, как говорится, не упокоились, и это не относится к высшим, понимаете? А вот к этим недоживотным, как говорится, мои дорогие, так что имейте в виду. Так что вам завидуют, и это желание ваше, я вам скажу, сбудется, оно может только не сбыться, если вы остановитесь перед этой завистью, если вас эта зависть не остановит, это желание у вас сбудется 100%, потому что такое выпадало у меня часто, но оно не к обычным людям выпадает, а именно, вот когда она мне выпадает, я всегда знаю, что, кто это, понимаете? Вот эти вот существа, я начинаю, уже у меня включается азарт, да, я уже там на таро, или, например, когда я там где-нибудь в другом месте работаю, то получается, что я начинаю находить эту дрянь, понимаете? Так что совет для чёрных, найдите вот эту вот дрянь, вот идите к своему этому желанию, сбывайте его, и как только вы увидите, что на пути этого желания у вас будет становиться какая-то лярва, какое-нибудь такое недоживотное, да, сами знаете, что с ним делать, это необычные люди, нет, это необычные, это вот это. А для девочки, а для тех, кто к чёрной магии не относится, ваше желание тоже сбудется, если вы почистите именно того, кто вам вот реально намеренно мешает, да, направляет вас не туда. И ещё будет, ещё, знаете, специально вот у вас будет это сбываться, а потом это придёт какая-нибудь курица, да, по-другому не назовёшь, и она, а вот ты знаешь, я бы хотела, ну, сейчас очень модный там фиолетовый цвет обоев, зная то, что вы собрались сделать ремонт, понимаете, даже вот этим будет мешать, ну, то есть, сяки те вот эти вот фишки, мои дорогие. Вот такой вот был ваш пятый вариантик. И шестой вариант, шестое желание, загадочное шестое желание. И, девочки, вот кто на шесть загадал, да, то это по-любому с магическим смыслом будет. По-любому это что-то связанное с магией. Прям шипит, кипит, и дым идёт. Давайте посмотрим, сбудется ли это желание. Девочки, что можно говорить? Что можно дальше сказать? А я-то думаю, что ж у меня как на шестёрку такой, ну, внутренний какой-то дикий восторг. Я за вас переживаю, мои дорогие. Браво, добровисимо, ваше желание сбудется. И обратите внимание, что здесь на шестёрку своё желание загадали люди, обладающие всеми высшими, как говорится, способностями, экстрасенс, да, как угодно называйте их, как угодно. Но дело в том, что это вам дадут всё, чего, не то, что вы заслуживаете, да, всё, что вы захотите. Просто, девочки и мальчики, брать надо, как говорится, с умом. Так что, вас я поздравляю. Всё, дорогие мои, люблю, целую. Для вас шестой вариант, вот, the best, вы молодцы. Всё, мои дорогие, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok